6 июня 2011 года был создан сервис JustinTV, более известен вам как Twitch. Он имел революционную концепцию стриминга игр и создал целый новый вид деятельности под названием стриминг. За который, кстати, платят 30 тысяч гривен. Я бы попробовал, но там только для девушек. Странно почему. Так вот, он смог сблизить игроков с целого мира и подарил нам папича... Я щас убью всех! За что мы будем вечно благодарны. Но пришло новое время. Новых игроков и новой революции на поприще стриминга. Стримы в ТикТок. Так, стоп, никого не блокируешь. У них есть имена, да? Я не имею ничего против стримов в ТикТоке как таковых, и вен, что они смогут занять свою нишу. Но как и в момент становления Твича, регулировки стримов там нет. И если Твич в свое время захватили девушки в глубоких декольте, которые высасывали все деньги из перматоксикозных школьников, то здесь, как вам сказать, захватили люди, которых я могу описать только одним словом, как трэш-стримеры. Я обещал на 500 зрителях кататься на свине. Да, обещал, ребята, но мы так и не набрали 500 зрителей. Ну ладно, если вы один из тех малолетних трочеров, то до вашего сведения описаны мною стримиши здесь тоже есть. Так, пацаны, признавайтесь, чья мать? Контролируйте своих бумеров в интернете. Давайте дружить, блядь. Само собой, здесь есть не только плохой контент. Люди показывают свои хобби, как они работают, как они играют в игры или просто общаются со своей аудиторией. Но на каждый такой стрим в топах стримов найдется ответочка со стороны трэш-стрима. Что вы сделали за 500 гривен? Я тебе фокус пока... Подожди, скину 500 гривен, я тебе фокус покажу. Гляди. На. Условно их можно поделить на много подкатегории. Но начнем мы, пожалуй, с моей любимой, которую я называю доска объявлений. Это когда человек, он же стример, сидит на фоне стены, которая просто увешана прайс-листами с разными заданиями, просто на любой изощренный вкус. Ровно 10 сантиметров мы любим. Здесь уже все 30. Конечно, можно упрекать их за это и говорить, да как тебе не стыдно, лучше бы пошел на завод, чем так позориться. Но кто я такой в принципе? Но вот знаете, кого можно за это притянуть? ТЕБЯ! Ну, возможно, не конкретно тебя, но зрителей в целом. Именно вы смотрите эти стримы. И именно вы определяете то, что будет в топах. Ведь мы существуем в условиях свободного рынка, ну, номинально. А в ТикТоке это особо актуально, поскольку там в рекомендации попадают видеостримы только те, которые вы смотрите, которые вам нравятся. И алгоритм понимает, что вам это нравится, потому что люди в большинстве своем говноеды. И поэтому на это есть спрос. Один человек это попробовал, другие увидели и подумали, а чем я хуже? Ведь это смотрят на это, донатят, за это платят. И они тоже начинают подобным заниматься, пока рынок не перенасыщит. Ведь именно спрос и рождает предложение на рынке. Вот давайте смоделируем ситуацию. Вы, как обычно, листаете ТикТок и видео там идут в среднем, ну, секунд 20, где-то так. И человек, который сделал это видео, должен меньше, чем за 20 секунд, успеть заинтересовать вас, чтобы вы досмотрели его до конца. А теперь вы листаете и натыкаетесь на стыдым, где человек сидит и играет в какую-то игру. А на стримах динамика намного меньше, ведь они идут не запланированно, не по сценарию, а как, ну, как пойдет, так сказать. И какой шанс, что вы откроете и будете дальше смотреть этого стыдымера? Он мизерный. А теперь вы натыкаетесь на вот это, и у вас просыпаются изведенные чувства. О, я хочу увидеть унижение человеческое, это интересно, это заманивает людей, понимаете? И я могу это доказать. Те, кто заходили в ТикТок больше двух раз, наверняка узнали его. Это придуря, который прикидывается немым, но нас интересует не это, а то, сколько у него сейчас онлайн. И согласитесь, ну, могло быть и больше. Но вот запись его стрима я начал как раз в тот момент, как он только поднял свою табличку. И буквально за считанные минуты его онлайн вырос в несколько раз. Ведь основной трафик идет с рекомендацией, а эта табличка является тем, что и привлекает людей. И чтобы вы не подумали, что я издеваюсь над бедным человеком, вот стрим, где этот идиот поет. И я говно, ну, каждый раунд для моих соперников место имение. И по всей видимости, эта болезнь передается анальным путем, поскольку их уже двое. И я говно, ну... А если это позволено и никак не регулируется, так почему бы, собственно, и нет? И что интересно, я ни разу не натыкался на подобную концепцию на англоязычных стримах. А англоязычного контента у меня в ленте очень много, ведь как иначе я смогу воровать идеи. В смысле адаптировать. В общем, как мне показалось, западной аудитории больше интересен хорро-контент и какой-то арт-хаусный фрик-контент. И возможные причины, почему это так, я придумал две. Первое, это то, что у них отсутствует легендарнейшая смекалка, которая позволяет выжить абсолютно в любой ситуации. А второе, это то, что у них есть минимальные пособия, пособия по безработице, которые, в принципе, перекрывают возможные доходы, которые можно получить вот таким вот способом. Вообще, хотелось бы выделить, что стримы в ТикТоке, это вещь весьма обширная. Из-за легкости входа портится качество. Ведь, как вы знаете, для стрима с Твича нужен хотя бы компуктер и микрофон, а здесь только телефон. И из-за этого портилось и качество на начале, когда снимали и видео. Но сейчас, в принципе, у многих авторов качество видео не уступает тому же Ютуб. И следующая под категория треш стримов, о которой я хотел бы вам поведать, это стримы бухища. Ведь, если твоего друга жена не отпустила из дома, это еще не значит, что он не будет с тобой бухать. Ведь сейчас 21 век, и вы можете делать это по интернету, еще и подключая свою аудиторию. А хочу напомнить, что аудитория ТикТока весьма юная, и мне как-то заблокировали видос за то, что там в кадре был ножик. Ножик, просто ножик, я им никого не резал, а здесь взрослые дядьки бухают на камне. Ну, в принципе, нормальный, я считаю, неплохой пример для будущего подрастающего поколения, так сказать. А если вы из тех людей, которые ведут, что цвет кошки определяет вашу судьбу, тогда вам к этим женщинам, которые за символическую плату предскажут вам будущее. Но это не так интересно, не так интересно, как тот бизнес-план, который я придумал на их основе. Смотрите, для этого вам не нужно покупать мои дорогостоящие курсы и тратить на это много денег. Вы просто сможете зарабатывать деньги, вот реально. Смотрите, вы донатите одно из них, а таких мошенников тут просто дохренища. Выбирайте любого, они все честные, поверьте мне. Так вот, вы донатите им со словами, чтобы они узнали, куда пойдет биткоин, вверх или вниз на следующей неделе. И все, безбедная жизнь вам обеспечена. И не переживайте, все они честные, ведь подобные экстрасенсы, даже при условии того, что они знают будущее, и, например, могут узнать, какой лотерейный билет будет выигрышным, они не пользуются этой своей силой, они за 50 гривен остынными предсказывают вам будущее. Кстати, а помните тот период времени, когда в любом классе был додик, который считал просто суперсмешным, просто пиком юмора пародировать Витальку? Да, помните? Так вот, он вырос. Наташенька! Пожалуйста. Все не так, я не понял, не похоже. Если что, эта информация была для украинцев, но чтобы вы поняли, о чем я, представьте додиков, которые пародируют драмшута и джумшута. Начальника мы никуда не бросили. Это аналогичная ситуация. А еще есть подобные индивиды, так сказать, которые на своих стримах занимаются тем, что просто подписываются друг на друга. Я сейчас серьезно. Они показывают экран своего телефона, на котором видно, кто подписался, подписываются в ответ и кричат, типа, ёл, забирайте того, забирайте этого, подписывайте в ответ. Зачем? Это какое-то бешеное дрочество на цифры. Это просто цифры. Такая аудитория таких подписчиков вам ничего, в принципе, не даст вообще. Плюс, это ТикТок. ТикТок. Здесь просмотры и аудиторию набрать не так сложно. Даже у меня она есть, в принципе, хоть какая-то. А я картавый жирный мужик. Вы вообще в своем убе? Чем вы занимаетесь? Подписываемся друг на друга, стучим по экрану, пишем чат, делимся трансляцией. В этом видео я, конечно же, делал акцент на трэш-стримах, чтобы похайпиться, так сказать, и, возможно, собрать целую тысячу просмотров. Но если говорить серьезно, имеет ли будущее ТикТок как стримерская платформа? Мобильный стриминг – это вещь весьма перспективная, а мобильный рынок игр уже давно произошел все другие платформы, и по мобильным играм даже проводятся целые турниры. А еще, это идеальная площадка не только для них, но и для ИРМ-стримеров. И самое главное, ТикТок учли ошибкой их предшественников, таких как Инстаграм и Педископ. У них уже есть монетизация, а также можно сделать донат через само приложение. Но, правда, ради доходы по сравнению с тем же Твичом весьма мизерные, хотя направление, в котором они идут, выбрано правильно. В общем, буду с интересом наблюдать за развитием стримов на этой платформе, ведь даже у меня там есть канал на сто с хреном тысяч подписчиков. Так что подписывайтесь на него, на этот ютуб канал, комментарии, лайк, колокольчик, все, что нужно, и вам спасибо за то, что оставались со мной на протяжении всего этого видео. Еще увидимся. Дунжен мастер. Или может не... Плейс! Подпишись, не ленись на... Эс!